Декоммунизация 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 236, смотрите Гейзер прям бьет Он уже бьет недели две И это все течет туда-туда А администрация Ленинского района Ищет, где у патриотов Там колесики стояли На газончике Да тут конь не валялся РКС понятно, эти вообще там Самоустранились Ребят, так что тут Надо по администрации Ленинского района Смотреть, кто там чем занимается Смотрите, тут вообще ужас просто Ужас! Примите меры! Сегодня для Васильевского муниципального Округа Запорожской области Знаменательный день Мы находимся в селе Широкое И мы стали свидетелями начала Деконструкции памятника С Ленину и Горьком Который был разрушен еще в 2014 Году по программе Так называемой декоммунизации Несмотря на то, что село находится В 10-ти километровой зоне Ленина Появила соприкосновение Люди помнят и читают Ваши декоративные важности Поверьте мне, друзья, на слово Коли-небудь Російську пропаганду назвуть Різновидом психологічних хвороб Бо здорові люди просто не могли б Такого вигадувати, такого писати Такого говорити И таке публікувати Перекрутить истину Ось, власне, их хліб Ані слова правди Ані слова того, что насправді Отбывается как в Украине Так и в самей Російськой Федерации Мы ж дивимось на них Винятково Из науковой точки зрения Ну, если есть те, кто Вивчают комах То чом бы не быть И тем, кто вивчает Російську пропаганду Как и завжди Мы пропонуем вам Зануриться в то Что они на активнейше Обговорються на своих Пропагандистских ток-шоу Сколько лет Руководителем Беларуси Будет Лукашенко еще? Для себя внутри Отвечаете на этот вопрос? Нет Если будет тяжелая обстановка Вокруг Беларуси Ну, как типа Война, война И еще важнее внутри Нас будут как в 20-м году рвать Всегда будет Но если все будет спокойно Как вы говорите Кто, кто, кто Вот он, кто появится Мы определимся Но, поверьте Я президент Не потому, что Я очень хочу быть президентом Не дай бог тебе Попасть в эту ситуацию Когда ты завистишь От обстоятельств Многих Ты, ну, просто повязан Всем тем Своей страной Которую ты создавал С кем-то руками своими И прочее, прочее До детей То есть это не работа Это служение Не служба А служение Правильно сказал Это даже не служба Это служение Мы предложили им мир Они его отвергли И это суть Ну, политики С 75-го по Фактически 90-й год Они отвергли этот мир Они сказали нам Мы вас будем добивать Сказали довольно быстро И вот эта история Продолжается Продолжается Никто целей у них Не поменял Добить нас Всеми возможными способами Какие они только найдут Украина один из Способов и поводов Поэтому Только в этой реальности Того, что это уже Ну, если старыми словами сказать Уже более чем Столетняя война Если с 14-го по 14-го Сейчас уже 110-летняя В общем-то Длящаяся За мировое господство Открыто Почему их и называли Мировыми Кстати Тоже ведь интересно Далеко же не весь мир Был вовлечен Но их называли Мировыми Эти войны Вот И не из-за масштаба А из-за сути дела Говорю я Потому что все Кому положено Понимали В чем там суть дела Европейская цивилизация Не выработала Никакого другого Основания Кроме Принципа Расового Превосходства И Они Все больше и больше Обращаются К этому принципу Как к принципу Публичной Политики Это не только Обама сказал Несколько лет назад С трибуны он Не только Джонсон Это сказал Сейчас это говорят Рядовые конгрессмены Вот на прошлой неделе Опять Мы величайшая В истории человечества Нация И объяснять Никому ничего не будем И Это есть Стержень И Как бы Высший результат Исторического развития Европейской Западноевропейской Цивилизации Вот это утверждение О том Что есть В данном случае Англосаксонский Он кстати Ну по Дарвину Он же победил В этой В борьбе видов Правильно Европейские Ну вот Европейские виды Там боролись Вот сильнейший вид Утвердился Самый здоровый Англосаксонский Это нормально По Дарвину Все Вот И поэтому Англосаксонский Человек Победивший В борьбе Европейских видов Теперь претендует Править Всем Всем человечеством Американская раса Прямо сказано Высшая раса В истории человечества Люди Приспрашивают 25 год Президентские выборы Измещать Придется Почему Измещать Ну Вы же сказали Два месяца назад Пойду Пойду Нет Я сказал Что если Они решат Что я должен Иси Я пойду И сегодня Конечно Если они скажут Слушай Президент Хватит Вот Человек Мужчина Женщина Думаю Это мужчина Потому что Те же главнокомандующие Яроженными силами Поэтому Если Миролич Киванова То ничего Она ее в штанах Выедет И рубанет Ну не все Такие Поэтому Наверное Это мужская Толстность Тяжелая Будет Мужик И если Люди Решат Что будет Другой И банально Это искренне Я соглашусь Слушай А что мне уже надо Я сколько Работаю Президентом Поэтому Если меня Не изберут Ну Я буду Довольствоваться Тем Что я был Первым Президентом И 30 лет Вроде работал Как-то Поэтому Нет Я здесь Не верясь Восточном Ну и последний Если Городко Обвлекают Так наши Тихушки Лохушки Призвали Уничтожить Беларусь Немало Немало Цитата Беларусь Остается Последней Страной Европы Где Применяется Смертная Казань Ее Необходимо Уничтожить Ради Смены Власти В Беларуси Они Действительно Готовы На все Сейчас Корректируют Основные Направления Силового Сценария Соответствующих Действий Совершенствуют Так называемый План Перамога 2.0 Акцент В нем Делается На организации Национально Освободительного Движения На территории Беларуси Мы Этих Подпольщиков Так называемых Выявляем И на территории Беларуси Они еще Попратовавшись Как я говорил Под Плинтус И метло Сидят Показываем Иногда Вам Чтобы не Перенапрыгать Особисто я Задоволена Что в Росії Фактично Ледь не законом Але заборонено Використовувати Социальні мережі Росіян Набагато менше Стало В наших Тіктоках Інстаграмах Ну і звісно Фейсбуці Так вони все ще Використовують Віпіени І деколи Можна Натрапити На їхні відео Але насправді Для підготовки Наших випусків Нам все ж таки Доводиться Проводити Ретельнішу роботу Одним словом Від чого Нас захищає У цей бар'єр Заборони Від того Як насправді Вони живуть Що вони насправді Обговорюють І що В кій становних Відбувається В їхніх глибинках В їхніх великих містах В їхніх оселях І найволовніше В їхніх головах Як завжди Найулюбленіше Те, що ми відшукали Як ті інспектори В їхніх соціальних мережах Ми покажемо далі Шольц опять Лужу пірну Типа Владимир Путін Не сміє цитувати Еммануила Канта Немецкого философа А с какого Это Еммануил Кант У нас стал немецким философом То, що ви його Себе присвоили Це вже ваше проблем Ви там у себя можете Так думать Дело в том Что Еммануил Кант Он прусак Он родился В городе Кенигсберге Это Пруссія При його жизни В 1758 году На 4 года Город Кенигсберг И Пруссія Стали частью Российской имперії Потом Снова Это стало Пруссія В Германии Кенигсберг Побыл Уже после смерти Канта И весьма недолго А сейчас Это Россия Сначала Советский Союз Потом Россия Так что Вы сначала думайте А потом говорите То, что вы там себе Все это вот так вот присвоили Вы дома у себя там На вашей сраной кухне Радуйтесь этому Ну не говорите это Громко вслух Ясно тебе? Шольц Вы конечно слышали О бесчисленных задержках Рейсов В России В связи с Поломанными Кондиционерами Отказавшими Двигателями Неработающими Шасси Просто в связи с тем Что пилоты Не прошли проверку На вещества И бывает такое Да Естественно Так вот Как это решено В России Нет Они не умоляют На коленях Западной авиакомпании Предоставлять Необходимые Комплектующие И проводить Техподдержку И обслуживание Самолетов Нет Ни в коем случае Они повышают Цены на билеты В связи с тем Что пассажиры Сидят в душном салоне Теперь Сами пассажиры Будут доплачивать Эту сумму В билет Чтобы им Оказали Какие-то услуги Предоставили Воду Еду И естественно Это будет Все ужасного качества Еда будет Такая же Как в детских садиках И школах Так что Теперь новости Об отравлениях Пассажиров Мы увидим Наряду с новостями Об отравлениях Детей В детских садиках Удивительно Насколько в России Цинично Власть И палачи Навариваются Даже на Абсолютно В лоб Уничтожение Собственного населения Вспоминается Недавний Мой ролик Из тиктока Тоже Про ипотеку Для тех Кто пострадал После сходов Боеприпасов В Белгороде Ипотека По Сниженной ставке Вот это да Мы вас сначала Лишим жилья А потом еще Обуем на бабки Излюбленный метод Капиталистов Ставить наркоманов На Президентские посты Значит Даже начиная с Кеннеди Он был просто ранен На войне У него были Жуткие боли в спине И потом тот же У Байдена У Кеннеди Просто плеяда Билл Клинтон Жена у него Ахилари Клинтон Есть люди Наркологи Которые объективно Говорят Это человек Под амфетамином Или под кокаином И это все Американские президенты И Байден же тоже Его же называли Спящий Джо А потом вдруг Он в какой-то момент Начинает четко И грамотно говорить Потом опять не понимает Что происходит Джо Алло Вот И об этом же тоже Сейчас утром говорит Похоже он получает Это из-за удовольствия Байден От чего-то такого От чего-то А вообще Весь третий рейх Все тоже были На метадоне Ну достаточно Последствия Одного жуткого человека Да Да Это же говорят Ну все наркологи Говорят Что человек Пять часов Не может Так Наступать Понимаете Да И все были Наркоманы Здравствуйте Друзья Губернатор Цивилев Говорит Что жители Кемеровской области Задонавили уже Уже Несколько миллионов рублей На дроны Для украинской армии Уважаемые кузбассовцы Нас ежедневно Ежеминутно Атакуют Украинские спецслужбы С начала года Мошенники Вынудили Кузбассовцев Перевести на счета С которых Оплачиваются Дроны И вооружение ВСУ Миллионы рублей Жители Кузбасса Получается С начала года Помогли Украине Больше чем Венгрия Словакия Вместе взятые Обманывают Всех Под прицелом Самые беззащитные Наши родители Наши близкие Мы обязаны Это остановить Каждый из нас Должен предупредить В первую очередь Родителей Детей Коллег Друзей Об опасности Правильно Надо всем рассказать Почему один Только кузбасс Должен помогать Украине Украина Есть ли у преступности Национальность Конечно есть Естественно есть У каждого человека Есть национальность Недавно Мне товарищ Прислал Такую цитату Она не моя Пока ты ведешь себя Как человек В России Никого не интересует Твоя национальность Но как только Ты Начал вести себя Как скотина Всех сразу Интересует Чья это скотина Гадит То есть Если мы возьмем Евреев В России То это в основном Преступления В области Мошенничества Банковских Каких-то операций Если мы возьмем Кавказ То это угон Автомобилей И преступления Здесь и сейчас То есть Эй Вася сюда Иди Ты что там Сказал Я с ним разговаривал Говорил ему Может не надо Саша Может там Отслужить А потом Идти по контракту Он говорит Нет У меня уже Давно Это созрело Я Давно Хочу Как бы Служить По контракту Служить Вами Так как Ну Фтасиева Практически Говорит Делать нечего Работа Нет Молодой Инновичный Может это и правильно Не стал я его Сильно переубеждать Значит И мы с ним Приняли решение Я съездил Договорился К вашему начальству Канск Переговорили все И досрочно Вот он Сдал экзамены И завтра Мы его уже Увезем Едет он пока Не один Трое Три человека Там да С тобой Значит Хочу Сказать Что Вот это Воспитание В нашем обществе Я скажу Есть Нормальные Семьи Есть нормальные Люди И в основном Общество наше Оно понимает Что Стране сегодня Тяжело Мы стоим На пороге Победим Не победим Все мы это Понимаем И конечно же Скорее всего Будет Еще призыв Ну не на Службу А мобилизация Скорее всего Не буду вам Долго Читать Эти морали Вы знаете Вы телевизор Все видите Смотрите Да Американцы Снова Выделяют им Большую сумму денег Выделяют Много оружия Много всего То есть Этими Силами Мы конечно Не обойдемся Здравствуйте Друзья Матери и вдовы Освободители Жалуются Путину Не на то Что их мужей Сыновей На войне убили Нет На то Что не пришли Страховые выплаты Владимирович Мы Родственники Погибших И раненых Шторм З Обращаемся к вам Отказывают В выплатах За каким Четом Пошли те ребята Которым Оставалось По две недели И до месяца Почему тогда По ребятам Шторм З Страховым выплатам Приходит отказ Шойгу Герасимов Где наши Белые лады Не застрахованы Они были Это значит Вина Министерства Обороны Которая Формировала Саму этот Шторм З И должно Было быть По 52 Закону Федеральному Только в руки Оружия Дали Даже на сборы Военные Уже застрахованы Почему они Не были застрахованы Владимир Владимирович Объясните На какие деньги Теперь квартиры Делать ремонт Это кстати Дом За 1 миллиард Рублей В котором Жил арестованный Зам Шойгу Тимур Иванов Ну тут тоже Все из камыша Из соломы Из глины Простейшие материалы Без пафоса Чтобы быть Поближе к народу Вот тут Можно Рассаду Высаживать А вот здесь Сидя на Позолоченном Унитазе Есть как раз Минутка Подумать Что с этим Делать Как дальше Жить Здравствуйте Мои любимые Здравствуйте Мои хорошие Пришла в свой Любимый Гераклаб Который находится На Ильича 7 И Он Смотрите Сзади На заднем фоне Такая приятная Картина Вырисовывается Люди Приобретают Транспорт Вот смотрите Сзади Чтобы я близко Тоже не снимала Потому что Я не знаю Там хотят Люди в камеру Попадать Или нет Я Уважаю Других людей Потому что Я уважаю себя Это что Ко меня можно Клацать Из-под тишка И Не спрашивать Как трус Знаете И не спрашивать Готова я вообще Хочу ли я Попадать В объектив Или нет Просто Столько Покупателей Столько Клиентов Приятно Очень Что Мой любимый Магазин Как бы Пользуется Спросом Я еще Хочу Вам напомнить Что 27 Числа У нас Розыгрыш И Если Вы приобретаете Какой-то Электротранспорт То Получается Вы Берете Чек Кладете В лототрон И Будет 27 числа Розыгрыш Присутствие Обязательно Так Где там Ага Вон Чтобы я не упала А то будет Интересная картина Вот Новое Поступление Электротранспорта За Моей спиной Я вам уже Неоднократно На него Делала Обзор Также Есть Детский Транспорт Поэтому Не забываем В открытии Велосезона Приходим Приобретаем И Участвуем 27 числа В розыгрыш Жить Украину До Зустречи Редактор субтитров